Санютаникая, 25. Сатти-сутта. Копьё. Савадхи. Монахи, представьте себе копьё с острым лезвием, и проходящий мимо человек подумал бы, что если я своей рукой или кулаком погну это копьё с острым лезвием, согну вдвое и завяжу узлом? Как вы думаете, сможет ли этот человек своей рукой или кулаком погнуть это копьё с острым лезвием, согнуть вдвое и завязать узлом? Нет, учитель. И почему? Потому что копьё с острым лезвием не просто погнуть, согнуть вдвое или завязать узлом. Этого человека ждала бы лишь досада и неприятности. Точно так же монахи, когда монах постоянно возделывал, развивал, удерживал, утверждал в качестве основы, делал непоколебимым и твёрдым состояние освобождённого ума за счёт доброжелательности, то любое нечеловеческое существо, которое бы пожелало завладеть умом этого монаха, столкнулось бы лишь с досадой и неприятностями. Поэтому вы должны тренировать себя так. Мы будем постоянно возделывать, развивать, удерживать, утверждать в качестве основы, делать непоколебимым и твёрдым наше состояние освобождённого ума за счёт доброжелательности. Вот так вы должны тренировать себя.